всем привет ребята уже весь черт побери youtube бомбит от обновлений 5.5 в котором можно будет продать коллекционные танки за золото и так как обновление уже совсем близко у игроков остро возникает вопрос что же купить на золото которое у них появится с продажи коллекционных танков давайте попробуем разобраться среднем будем брать 5-8 тысяч золота именно столько сможет поднять средний игрок хочу сразу сказать что я не покупал бы сейчас танки так как скоро новый год и скорее всего я так думаю будут скидки также не будем рассматривать 7 уровне потому что ты 23 3 ван лав ничего больше покупать там смысла нет ну ладно су-122 44 взять можно заходим в игру и видим не самый большой выбор премиум танков 8 уровня ягу 88 рассматривать не будем во первых вы и так знаете почему а во вторых фармит на пт ну такое себе мне кажется не самая лучшая идея все-таки много урона настреливается по чужому засвету fcm 50t машины который немного не хватает а по по моему мнению это не самый плохой танк на котором я катал но в премиум магазине есть лучше перейдем уже к более серьезным машинам для фарма т-34 танк хороший с огромным разбросом крепкой башни хорошими венами и не самым бронированным корпусом мне этот танк не нравится из-за своего орудия огромное пробитие в 248 миллиметров бронебойными и 297 подкалиберными со средней альфой в 400 она просто божественно да но вот сведения в 6 9 секунды с разброса на 100 метров 0.336 а уже не так красиво например у fv215b 183 время сведения 5 5 секунд и разброс на 100 метров меньше 0.326 немного запугал вас но не все так страшно на самом деле разброс на 100 метров о м48 паттона 0.345 то есть еще больше чем у т-34 я вам говорю по своим ощущениям стрелять из орудия т-34 мне лично некомфортно большой рандом долгое сведение собственно рандом случается из-за этого же самого сведения потому что дождаться полного сведения бывает проблематично коэффициент фарма т-34 тоже не фонтан всего 170 процентов если тебе это ни о чем не говорит смотри видео до конца и там ты узнаешь какие коэффициенты у других танков переходим к сушистому как по мне покупкой со 6 это самая глупая трата денег на восьмом уровне уже лучше fcm купить даже лучше ягу 88 купить почему ответ прост из 5 да ребят зачем покупать из 6 за 7000 золота когда есть из 5 за полторы тысячи который будет во многом лучше в плане динамики бронирования и цены я уже проводил сравнение из 5 быстрее намного но все же башня крепче как в толщине брони так и в наклонах а коэффициент фарма у них отличается всего на 5 процентов у и со 6 180 процентов и со 5 175 самые внимательные уже заметили что у т-34 фарм меньше чем у этих двух ребят перейдем к су пятому по поводу него размусоливать смысла нету так как я все сказал раньше как бы я не хаял этот танк его рандомностью но это лучшая покупка за полторы тысячи золота полторы тысячи золота карл вы ничего не купите за полторы тысячи золота даже месяц прямо дороже будет мне часто говорят что из 6 фармит лучше чем из 5 так он и стоит в четыре раза дороже кв 13 можно вкачать за один-два дня продать его в обновлении 5.5 за полторы тысячи золота и купить себе из 5 изи прем другое дело что у вас и вашего клана должен быть вкачан 10 уровень снабжения если у вас он вкачана у вашего клана нет можете вступить в другой клан купить из 5 вернуться обратно переходим к супер першингу честно говоря поставил этот танк только из-за любви игроков к нему ну и коэффициенту фарма 190 процентов мать его фарма на 20 процентов больше чем у т-34 мне не нравится этот танк честно много уязвимых зон хотя на деле в бою их сложнее выцелить самое слабое пробитие среди всех остальных премиум танков 8 уровня которые есть в продаже в премиум магазине не самое плохое в принципе но все же хотел бы поставить минус то что нлд легко шьется голдой но у всех наших сегодняшних героев она шьется голдой двигатель в першинге от 6 уровня но что-то более или менее тягает танчик в общем танк неплохой но я бы лучше рассмотрел следующий вариант конечно вы знаете что будет на первом месте и нет лев прекрасная машина с таким же огромным коэффициентом фарма 190 процентов с шикарным просто божественным орудием 0.269 разброс на 100 метров 4 секунды сведения и пробитие в двести тридцать четыре миллиметра базовым снарядом и 294 голдовым танк не так давно апали после этого танковать он стал гораздо лучше да горит но без этого никуда и как бонусом у вены вы знаете что я не люблю тяжелые танки но именно лев мне реально понравился приятно играть и фармить конечно будь в продаже какой-нибудь образец или cdc я бы советовал вам эти танки но продается то что продается и из этих танков я считаю что лев это лучшее приобретение если вы со мной не согласны напишите в комментарии что по вашему мнению будет лучше и почему с вами был хася ставьте лайк если досмотрели до конца подписывайтесь на канал и до встречи